Здравствуйте, с вами Ника Маркова. Спрос банков на выдачу семейной ипотеки на 40% превысил доступные лимиты. Сейчас лимиты подняли еще на 1 триллион 270 миллиардов рублей. На эту сумму молодые семьи получат ипотеку с господдержкой. И это позитивная новость, особенно в свете того, что доля просроченных кредитов снизилась до исторического минимума, о чем на днях сообщил Центробанк. Это «Наша экономика» – программа для тех, кто любит и умеет считать деньги. Участие в выставках для многих бизнесменов – единственный путь для расширения рынка сбыта и поиска новых партнеров. Как получить от государства деньги для поездки на профильную ярмарку? Разумное управление семейными финансами для повышения благосостояния. Как научиться эффективно управлять своими доходами в любом возрасте? Доля малого и среднего бизнеса в ВВП России составляет чуть более 20% по данным Росстата. Тогда как в развитых и активно развивающихся странах эта цифра в два, а то и в три раза больше. Сектор малого и среднего бизнеса не являлся драйвером роста и до пандемии, а во время ограничений более половины предприятий испытывали те или иные трудности. Чтобы преодолеть эту ситуацию, разработан национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». С его помощью предприниматели и самозанятые Красноярского окрая могут, например, значительно расширить рынок сбыта и увеличить географию своих поставок. Рассказать о себе широкой публике, найти новых партнеров, заключить контракты, которые гарантируют рынок сбыта, а заодно и посмотреть конкурентов, чтобы трезво оценить свои возможности. Все это предприниматель может сделать на специализированной выставке. Отраслевые ярмарки регулярно проходят во всех крупных городах России и за рубежом. Причем деньги на участие в таких выставках выделяет государство. Оплатить смогут поездку на выставку регионального, всероссийского и даже международного масштаба. Ежегодно Центр поддержки экспорта, который является структурным подразделением Центра «Мой бизнес», осуществляет сбор заявок на участие в выставочных мероприятиях международных на следующий год. То есть до 1 ноября текущего года у компании есть возможность подать заявку по установленной форме в наш Центр. Заявка будет рассмотрена, мы спланируем мероприятие и включим расходы на обеспечение участия компании в смету следующего года. Подать заявку и получить деньги на участие в выставке может любой предприниматель, который является субъектом малого и среднего бизнеса и зарегистрирован на территории Красноярского края. Никаких других требований к предпринимателям не выдвигается. Получить эту меру поддержки может каждый. Мы оплачиваем целиком все организационные расходы. Это касается организации стенда на выставке, аренды площади, аренды и застройки дополнительного оборудования, которое необходимо для полноценной, полномасштабной, красивой, яркой выставки, преподнесения товара или услуги предпринимателя. Проживание и дорога непосредственно до места проведения этого мероприятия предприниматель несет сам. Также мы оплачиваем организационные взносы и сборы, которые выставка берет за собственное участие. То есть 90% от затрат Центр «Мой бизнес» готов к неси за предпринимателей. Кроме того, Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателю оформить коммерческое предложение на иностранном языке, перевести презентационные материалы и другую документацию. Все, чтобы дать возможность нашему бизнесу показать товар лицом. Если международная выставка проходит на территории Российской Федерации, то максимальная сумма финансирования у нас 600 тысяч. Если выставка проходит за пределами Российской Федерации, то максимальная сумма полтора миллиона. Это на индивидуальный стенд. Если компания едет со своим конкретным стендом. Если мы формируем коллективный стенд, то там несколько другие лимиты. Чтобы подать заявку, нужно заполнить специальную форму на сайте мойбизнес24.рф или обратиться лично в Центр поддержки бизнеса по адресу город Красноярск, улица Матросова, 2. Кстати, первая промышленная выставка, названная тогда «Мануфактурной», прошла в Санкт-Петербурге в 1829 году. Она состоялась в специально построенной для этого выставочной зале на Острелке Васильевского острова и обозначила начало первой промышленной революции в России. В выставке приняло участие 326 предприятий из 33 губерний Российской империи. Было представлено более 4000 экспонатов. И к другим финансовым новостям. 4 октября стартовала Международная неделя инвесторов. В этом году основные темы глобальной информационной кампании, которую инициировала Международная организация комиссии по ценным бумагам, распознание мошеннических схем, устойчивое финансирование, цифровые активы и онлайн-инвестирование. Участниками Международной недели инвесторов станут порядка 100 стран и более 10 международных организаций. В нашей стране координатором традиционно выступит Банк России. Вебинары помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними – от выбора посредника до налогов на инвестиции. Несколько практических вебинаров для начинающих инвесторов подготовила «Школа Московской биржи». Научно-исследовательский финансовый институт Министерства финансов России планирует выпустить серию подкастов, посвященных типичным ошибкам начинающих инвесторов и способам, как их избежать. Ознакомиться с расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. В этом году постоянную работу через Краевой центр занятости нашли в 2,5 раза больше соискателей, чем годом ранее. За 9 месяцев 2021 года было трудоустроено более 20 тысяч красноярцев. Чаще всего горожане трудоустраиваются инженерами, бухгалтерами, менеджерами, продавцами, поварами, водителями, монтажниками и кладовщиками. Сейчас с уверенностью можно сказать, что рынок труда вышел на допандемийный уровень, отмечает директор Центра занятости населения Красноярска Александр Кайдалов. Этому способствовали персонализированный подход к решению проблем каждого из клиентов и программы государственной поддержки. Например, федеральная программа субсидированного найма позволила финансово поддержать работодателей, которые приняли 146 сотрудников из числа безработных. Краевая программа стажировок дала возможность компенсировать затраты на оплату труда 47 выпускников вузов и колледжей и их наставников. Банк России рассказал о повышении средней максимальной ставки по вкладам в крупнейших кредитных организациях. По данным регулятора, средняя максимальная ставка по вкладам по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33%. Банки начали массово повышать доходность по вкладам для населения и изберегательным счетам вслед за ростом ключевой ставки Центробанка. На последнем заседании Совета директоров Центробанк поднял ключевую ставку до 6,75% годовых. При этом глава Центробанка Эльвира Набиулина отметила, что ставки по депозитам только начали расти. Рекордно низкий показатель средней ставки по банковским вкладам был зафиксирован в первой декаде октября прошлого года. Он составил всего 4,33%. Финансовая грамотность – это сочетание навыков и установок, необходимых для принятия грамотных финансовых решений, направленных на улучшение личного финансового благосостояния. Можно ли человека научить жить в достатке? Из какого возраста необходимо начинать постигать эту науку? Друзья, мы с вами сегодня будем изучать финансовую грамотность. И вспомните, на прошлом уроке мы разговаривали о чем? О деньгах. Управляться со своим бюджетом детей сейчас учат с самого нежного возраста. Уже в детском саду дошколятам прививают простые истины. Чтобы что-то купить, на это нужно заработать. На уроках финансовой грамотности мы изучаем все, что связано с финансами. Это отношение между людьми при совершении различных операций, бартер, покупки. Мы разбираем с ними, что такое профессия, что нужно сделать, что такое заработная плата, как ввести бюджет, как скопить деньги, что нужно для того, чтобы у тебя получилось купить то, что ты хочешь. И про экономию, и про необходимые расходы, и разница между необходимым и желаемым. В школах тоже дают уроки финансовой грамотности. Такие факультативы сейчас есть почти в каждом учебном заведении края. Но темы здесь гораздо серьезнее. Сегодня у нас тема урока «Личный финансовый план». И мы с ним уже знакомы. Мы уже много что изучали, много что уже знаем и умеем. Школьникам рассказывают о том, как вести бюджет, как делать накопления, учат инвестировать. Такие уроки на территории Красноярского края внедряет региональный центр финансовой грамотности. А для тех, кто хочет научиться распоряжаться своими деньгами, овладеть современными инструментами рынка, совсем скоро пройдет краевой семейный финансовый фестиваль. Самая большая цель – это привлечь внимание жителей края к теме финансовой грамотности. Например, судя по прошлогоднему мониторингу, у нас только 7% населения считают себя финансово неграмотными. Остальные считают, что у них с финансовой грамотностью все нормально, хорошо и отлично. Видимо, люди, обращаясь много лет с деньгами, считают, что я могу не знать в этой теме. И мы все-таки надеемся, что, посмотрев материалы фестиваля, может быть, каждый найдет для себя что-то интересное, полезное, заинтересуется чем-то и будет дальше узнавать что-то новое. Фестиваль пройдет с 11 по 17 октября. Здесь интересные для себя найдут люди всех возрастов. Для детей – конкурсы, квесты, экскурсии. Для взрослых – серьезная обучающая программа. А для пенсионеров – специальные лекции, как пользоваться банковской картой и не стать жертвой мошенников. Фестиваль пройдет в двух форматах. Онлайн-формат мы готовим заранее и потом видео для разных возрастных групп размещаем в своем YouTube-канале. И все желающие могут присоединиться и посмотреть. Для этого мы просим пройти регистрацию на нашем сайте finfest24.ru. И за пару дней до начала фестиваля зарегистрированный пользователь получит полную программу со ссылками уже на онлайн-мероприятия. В очном формате для школьников и студентов проведут различные финансовые игры. Изюминкой станет квест по Музею истории финансов Красноярского края. Квест состоит из добывания ключей. Он такой активный, передвижной. Места у нас в музее немного, но мы вот вложили все в этот квест, все активности. Задействована будет экспозиция. И в ходе квеста также участники познакомятся и с музеем, и с финансовой историей. И будут изучать документы, использовать экспонаты в этом квесте и добывать ключи, переходя к следующему заданию. С полной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте finfest24.ru. Там же можно зарегистрироваться на все мероприятия. Посетить финансовый фестиваль стоит хотя бы ради того, чтобы попасть в музей финансовых органов Енисейской губернии Красноярского края. Увидеть редкие документы Енисейской казначейской палаты, чья работа в те годы была строжайше засекречена. Подержать в руках настоящие деньги разных эпох. От монет царской чеканки до купюр, которые еще совсем недавно были в обращении. А у меня на сегодня все. Увидимся через неделю. Тратьте с умом.